Микроавтобус В Тульской области, в Москву, на участке трассы М4, недалеко от города Домодедово, он столкнулся с попутной фурой, после чего загорелся. Известно, что у водителя не было лицензии на перевозку. После трагедии в Тульской области начались массовые проверки по выявлению нелегальных перевозчиков. По одной из версий, аварию спровоцировало другое небольшое ДТП. Водитель фуры снизил скорость на маневр, не среагировал 39-летний мужчина за рулем микроавтобуса. Он погиб. Среди пострадавших, повторюсь, есть ребенок, это 8-летняя девочка. Ее бабушка и дедушка в аварии погибли. Также среди пострадавших мужчины 30 и 49 лет и 39-летняя женщина. Губернатор Тульской области поручил помочь семьям погибших и позаботиться о детях, которые остались без родителей после этой страшной аварии. Накануне в Туле возле одной из школ нашли скелетированный труп. Мужчина, который проводил на улице Кропоткиной земельные работы, увидел собаку, которая несла в пасти человеческую кость. Вскоре на пустыре было обнаружено и тело останком по предварительным данным около полугода. В следственном управлении по Тульской области по факту обнаружения тела проводится проверка. В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза по костным останкам. Будут изъяты необходимые образцы ДНК для установления личности погибшего. Прокуратура добилась ужесточения наказания бывшему заместителю начальника управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД Дмитрию Калинину. Он в октябре прошлого года был осужден за крышевание секс-притона. С 2015 по 2018 годы Калинин ежемесячно получал по 10 тысяч рублей от владельца борделя на улице Мира в Туле. За все время набралось 260 тысяч незаконных рублей. Взамен полицейский предупреждал сутенера о готовящихся проверках. Хозяев борделя, это супружеская пара, к слову, тоже осудили, приговорили к штрафу. Калинину дали 8 лет колонии строгого режима. Но прокуратура, повторюсь, добилась ужесточения наказания. Помимо лишения свободы и штрафа, Калинину лишили государственных наград и звания подполковника полиции. В микрорайоне Левобережной сгорели три автомобиля. Пожар произошел рано утром. По предварительным данным, гореть начала Киа, а затем огонь перекинулся на соседние ВАЗ и БМВ. Все три машины восстановлению не подлежат. В полиции версию поджога рассматривают как основную. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса. Это умышленное уничтожение или повреждение имущества. По информации СМИ, за день до возгорания владельцы авто нашли под дворниками листки со стихами известного тульского поэта Николая Жукова. Сам Жуков о такой новости в шоке, хотя пользователи сети нашли в строках слова, которые можно интерпретировать как угрозу. Вечером 9 апреля во дворе дома номер 8 по улице демонстрации загорелась отечественная десятка. По сообщениям очевидцев, водитель сел за руль, завел машину, как сразу же из-под капота повалил дым. Прибывшие на место спасатели оперативно справились с огнем. Только вот автомобиль успел выгореть практически полностью. В Москве, Московской и Тульской областях задержана группа экстрасенсов-мошенников. Причем маги и чародеи свою деятельность никак не скрывали. Работали на одном из спутниковых телеканалов. Например, ясновидящая Тамара дистанционно могла решить любую проблему. Я вам установлю защиту. Я подберу вам определенную защиту, которая именно подойдет по вашей энергии. И установлю защиту на вас и на ваш дом обязательно. Самое главное сейчас, что вы сделали правильно, потому что из глаз я вижу, из глаз от многих людей я вижу. Тамара вместе с 11-ю подельниками была задержана не боящимися темных сил полицейскими. Официально трудоустроена? Нет. По трудовой книжке? Нет. Сейчас что здесь находят? Делаете ли? Почему здесь? Сидели, работали, как бы обманывали людей. Что-что? Обманывали людей. Под каким предлогом? То, что все в жизни навадится, все будет хорошо. Поводом для задержания мошенников стало обращение пенсионерки, которая хотела снять порчу с родственника и лишилась 3 миллионов рублей. По сути, добровольно. Но это мошенничество. Звонки в колл-центр шли со всей России. О суммах, которые текли в руки волшебников и колдунов, стоит только догадываться. Впрочем, теперь это дело полиции. При обыске правоохранители обнаружили и изъяли банковские карты, платежные поручения, а также компьютерную технику с базой клиентов. В усиленном режиме сейчас работают спасатели. С начала апреля было зафиксировано почти 400 случаев возгорания сухой травы. Причины возгораний разные. Это неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог. Причем горит трава не только за городом, но и в Туле. На прошлой неделе огонь подобрался к заправке на улице Ложевой, а накануне трава горела в непосредственной близости от жилого комплекса Юго-Восточный на улице Кауля. Очевидец сообщил в нашу редакцию, что звонок в службу 112 был осуществлен практически сразу после начала возгорания. Но горел сухостой около полутора часов. Частью серьезных последствий удалось избежать. Неадекватный водитель устроил ДТП на улице Дульной в Туле. Сама авария оказалась несерьезной, но вот ее виновник и пассажир авто требуют отдельного внимания. Ехать вам в таком состоянии нельзя. Понимаете? Хрен с ним, с моим зеркалом. Не, ну если бы это было бы человек, это было бы хуже, понимаете? Это, ну, тюрячка, понимаешь? Да, не залипайте, давай, ключи, дай ключи с ним. Автор видео в итоге забрал ключи у водителя и положил их в карман переднего сидения. Затем видео после некоторых наравлучений оборвалось. В социальных сетях и СМИ на мужчину обрушилась критика, мол, как же так, почему отпустил, почему не вызвал ГИБДД. Оказалось, вызвал на неадекватного водителя. Составили протокол, он отказался от прохождения медосвидетельствования, а машину отправили на штрафстоянку. Напомню, если вы стали очевидцем чего-то необычного или интересного, звоните мне по телефону 8-910-157-0420. Ну, а других преступлениях и происшествиях читайте на нашем сайте newstoola.ru. Будьте внимательны. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова